И потребно, или ругался? Нет. Мы пришли возвестить Слово Божие и рассказать о великой радости, что Иисус дарует спасение даром. Он умер и воскрес для нашего оправдания. Взял грехи мира на себя. А мне он чем поможет? У вас в доме есть такая книга? Нет. А раз ее нету, значит, вы ее не считаете? Ну да, не считаю. А раз не считаю, вы ее закон не знаете? Не знаю. А раз не знаете закон, вы поневоле его нарушаете? Почему? А потому что тут закон не один. А как можно не нарушать? Если вы правила уличного движения не знаете. Не знаю, вы их нарушаете, так и здесь. Вы нарушаете, а нарушая вы погибаете. Это не я, говорит, а я на Златоуз, говорит, в пятом веке. Я чей закон нарушаю? Божий закон. Божий закон? Ну, по порядку. А? По порядку. Только не отключайтесь сразу. Вы мужчина или вы женщина? Что? Вы мужчина или женщина? Я женщина. Женщина. А я не знал, что вы женщина. Я подумал, мужчина... Ну, как? Без бороды, бритый. Я поэтому и спросил. Если вы мужчина, значит, куда борода делась? Это Бог сотворил вас. Не сами себя вы так хотели. Нет. Бог сотворил. И мужчина, и женщина разница. И надо две мамы в доме бритые. Подкаблучники мужики. Это твоя власть над женщиной. Она тебя признает как скала. Стойте, стойте секундочку. Вы говорите Бог. Что или кто есть Бог? Вам нужна характеристика? В смысле характеристика? А о Боге не так не спрашивают. Это даже язычники знают. Даже язычники. Не говоря о христианах. И не говоря о тех, кто признает вот эту книгу. Два миллиарда. Да, да, да. И отвечать как? Он вечный, безначальный. Творец мира. Это то же самое. Невидимый. Вы в НЛО верите? Ну вот видите, как вы Библию не считали. А Библия начинается так. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. А потом он НЛО сотворил. Вы знаете, что церковь – это бездомное государство, куда деньги наши, наши, наши. Вы деньги туда даете? Ваши деньги там? Налоги, конечно. Куда платите налог? Государство или в церковь? Церковь. Церковь? Церковь. А как вы платите туда? Расскажите и где. Подождите, только не дымите. Не дымите. Если курить будете, у нас разговор закончится сразу же. Уберите пока. Я прошу, пожалуйста, не берите в рот даже. Вы возьмете, как кончим говорить. Но вы оцените нашу беседу. Вы не можете сделать, раб. Я не буду оценивать нашу беседу, потому что она бессмысленно. Только вначале уже бессмысленно, да? Вы верите в то, чего не существует. А если бы вы жили нормально, жили без греха, вы бы искали Бога. Сейчас материться начнете, да? Нет. Нет, ну, это редко. Вы сами подумайте, кто написал Библию. Знаете, если я с Библией в руках живу по ней, преподаю по ней 58 лет, наверное, я ее знаю. Вы в руках не держали и пытаетесь говорить о Библии. Кто написал Библию? Внимательно слушайте. Апостол Петр в Первом Послании пишет так. Писали в Священное Писание святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Бог автор. И он избирал в течение 1600 лет. Писалась Библия 40 авторов. И всеми ими руководил Бог. А вы знаете, что Библию 30 раз переписывали? Здорово у вас застряло это. И расскажите, в каком году и кто? Скажите. Ну, я скажу вас, я скажу вас, вас рожали 30 раз. Ну, в один раз, конечно, родился я и все. Но я менялся, я расту. Вы верите в то, что у вас написано? Кто такой апостол Петр? Ну и что? Рыбак, который стал верховным апостолом. Петр Петр. 2 миллиарда 200 миллионов. Я вам расскажу. Ну, трудно ли это? Вы зачем себя отравляете-то? Это не трудно. Это глупо. Значит, не курить глупо, а курить, значит, умно. А почему здесь курить? Курить, не курить, это мое личное дело. Это не касается никого. Ну, ладно. Бог. Я вам сказал, делайте, что дальше? Я вам сказал, откуда Библия, сколько лет писалась. Вы ничего не знаете. И начинаете... Ну и что дальше? Ну и что дальше? Ничего. Дальше суд Божий будет. Мы знаем, как мировая история будет развиваться. Да. Вы знаете, какой Божий суд будет надо мной? А кто? В смысле, а кто? Вы знаете, какой Божий суд будет надо мной? Знаю, конечно. Так написано. 25 глава Евангелия от Матфея полностью написана. И какие разговоры, какие вопросы будут задаваться. Написано, что сейчас... Вы знаете, как... Давай поговорим. Вы сейчас знаете... Ну, ладно, суд Божий, вы не верите. А что на земле государственный строй меняется, вы это знаете? А вы что, сами не видите? А вы знаете, что в Библии написано, что Москва будет сожжена в один час? А я вас жду 1917 год, когда будет церковь все сожжены, и все ваши такие же ребята будут просто искалечены. Просто... А уже было это. И все рухнуло, ничего нету. А церковь стояла, всеми огнями сияет. И сколько храмов? Да, конечно. И сколько храмов? И правитель, даже Путин стоит молится в храме. Это вот потому, что путинская вот эта херня, все, вас и вывел. Да не ругаться, я просил вас. Вы сказали, не надо. Ну, вам самому завтра стыдно. Я сказал, херня, херня это... Ну, ладно, не надо, ладно, делайте. Но я прошу не материться, вам будет стыдно завтра. Я абсолютно не стыдно. Я человек своего слова. То, что я сказал, я не выплюну и не выкину. Ну, вот мне 81-й год, 81-й год, мне еще ни одного мата не сказал, потому что я верующий. И в самых трудных местах земли побыл, за слово Божие. Ну, и что? Я остался живой, ни одного мата не сказал. Как это что? Я один, 50 тысяч человек, и я только один, который не матерится. Почему? Со мною Бог. Живой Бог, которому я молюсь каждый день и получаю ответ от Него. И что, прошу, Бог мне подает прямо на стол. Да? Да. Ну, Майбух у вас есть. Вы зайдите на наш YouTube-канал, мой канал, и посмотрите, его увидите своими глазами. Да, да. Мои книги, у меня 38 томов вышло, видели в библиотеке у Путина. Во всех странах мира проехали. Вы понимаете весь смысл того, что вы написали, да? Ну, я не буду спорить. Написали, написали, да? Да, я даже читать это не буду. Да. Здорово как. Я, говорит, не считал, не знаю, но отрицаю. Я, говорит, за то, чтобы Солженицына выслали, но я, говорит, не считал архипелаг ГУЛАГ. Манька выступает доярка. Чем ваши слова отличаются от этого? В руках не держали, не знаете, а я отрицаю. А я вашу атеистическую литературу Ленина всю прочитал. Мою литературу Ленина, да? Вы прочитали. Я очень интересовался этим. Вы меня, вы и перебиваете, не дослушав того, что я хотел говорить. Да, вы говорите одно и то же, повторяете, понимаете? Вы скажите, что будет дальше со страной? Дальше? Да. Ничего не будет. Не знаете. Все сдохнут. Так и вы сдохнете через пару лет. Так и я сдохну через 10. Так, слушайте внимательно. Все сдохнут. Деньги исчезнут, границы исчезнут, и будет одно государство. У вас не слышно, голоса нету, ничего нету. У вас микрофон не работает. Че? Вот так видно, слышно. Так. У вас в доме такая книга есть? Нету. Ну, а раз нету, значит, вы не считали ее. Да, не считаю. А раз не считали, значит, не знаете закона Божия. А не зная, вы его нарушали. А нарушая, вы погибли. Дед, как тебя зовут? Да вам какая разница, как зовут? Мы пришли рассказать о Боге, что Иисус Христос был распятый и в третий день воскрес. Здоровья, спасение. Я знаю, я мусульманин. О, так ты мусульманин. Так с тобой разговаривать тогда можно. У тебя такая книга-то есть дома? Такая есть. Тогда прочитай, что написано. Ну, я не понимаю. Не понимаешь. А по ней можно беседовать. Тут есть пятая сура. И сорок седьмой, шестьдесят шести аяты. А они говорят, что мы христиане, люди книги, люди писания. Писания. И Бог дал нам инжилы Евангелия. И чтобы мы по нему поступали. Тогда у нас не будет ни войны, ничего. Будем любить друг друга. А что ты здесь делаешь? А что делает врач, когда приходит в больницу среди больных? Рулетка – это развратнейшее место. Обкуренное все. Разговаривать даже невозможно. Сквернословят. И мы пришли сюда возместить о суде Божьем. Смотри. Зачем ты здесь? Тебе обижать будет здесь. Так, я вам сейчас только говорил об этом. Вы не слышите. Вы как-то сегодня наркотики принимали? У вас глаза-то какие-то не такие. Какие не такие? Я такое не принимаю. Ну, это хорошо, если не принимаешь и не обманываешь. Вы же в России живете-то. Да, а зачем жизнь портит меня? Правильно. Жизнь одна дана. Да, одна, одна. Правильно. Его надо, как положено, прожить. Надо прожить для Бога. По-божески. Да. А не надо только для кайфа. Да. Ничего не дышит. Правильно. Я не пью, не курю. Ничего не пью. Вот если так ты говоришь правду и не врешь, то это хорошо. Что я буду врать? Если я вам вручу, толку мне врать. Ну, правильно. Потому что люди сегодня совершенно о Боге не думают. Сквернословят. Безобразничают. В этой рулетке. Что попало, показывают, да? Да, все показывают. Потому что они не думают, что суд Божий будет. Что придет Господь и судить людей будет. И одни пойдут в рай, другие в ад. В огонь вечный. В огонь. Да. А потому что люди почему портятся? Вот дети от взрослых пример берут. Взрослые так не будут делать, дети тоже не будут. Ты правильно рассудил. Потому что придется отвечать и за детей. Какой мы пример дали? Какой соблазн посеяли? Да. Просто люди разные, да? Да. Хороших мало. А вы где находитесь? В каком месте? В России. Ну, в России. Где-то там находитесь? Татарстан или где? Санкт-Петербург. Вон как. Питер. А мы Алтайский край. Барнаул. Как вы мало хороших, дед. Ну, мы благодарим Бога. Нам Господь все дает. У нас все есть. Мы строим деревню православную. Там нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас люди живут как одна семья. Просто здесь вообще, да, жизнь все меняется. Ну, да. Люди сейчас некоторые только для кайфа живут. Зачем кайф? Они просто будущее не думают. А вы кто по нации? По нации кто? Я по нации. Узбек. Узбек. Мы русские. Раньше у нас никакой вражды не было. А вас там в Санкт-Петербурге не обижают русские люди? Не. А то он пишет. Один там какой-то с Узбекистана, что ли, работал уборщиком. На него напали хулигане, скинхеды. И убили его. Вот видите, какой грех взяли себе. Страшно сказать даже. Я русский человек. Мне не то что стыдно, а мы плачем об этом. Разве же можно так делать? Нет. Какой не было бы, какой нации не было бы. Он все равно человек же. Он никому не мешал. Он работал там, работал. Дома работы нет, а сюда приехал. А его тут так встретили. И притом он им не мешал. Просто они как демоны, как бесы. Как шайтаны. Да, не говори. Вот так. А вам сколько лет? 81-й. О, хорошо. Дай Бог мне тоже сказать. Да. Мы благодарим Бога. У нас очень большой РО этот. В Ютубе канал есть. Канал называется «Во свете Библия». У нас женщины, молодые девушки. Вот мы молимся, а они одеваются, у них как хиджаб. И платье до полу. Ох и красивые же они у нас. Мы Бога благодарим за все. Вот у нас была поездка, у меня вышло 38 томов книг, и мы решили подарить библиотеке мира. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, потом до Лиссабона. Прошли шесть мусульманских республик и Турцию. И нам, мусульмане, везде помогали, нигде плохого не делали. Да. У нас, мусульманы, у нас всегда гостеприимство. Ну, они уважительные, уважительные. Они верят, что я пожилой, аксакал. И стараются подсказать, куда ехать, что. А когда в Турции там задержали, там молодые турчанки, так они давай чай варить и нам подавать. Мы гостей всегда ждем, мы никогда не обижаем гостей. Хорошо. Ты молодой, смотри, как тебе Господь открывает. Ты не материшься нисколько, и замечательный парень растет. Я говорю, зачем мне материться? Я матерился, и что взял с него? Да, молодец. Ну, чем материться? Мам, молодец, просто молодец. Да благословить тебя, Господь, и родных твоих, чтобы все перемирились с Богом через Христа, жили для Бога. И все по-другому будет. Спасибо, Господи. У тебя какие-нибудь вопросы есть ко мне? Нет, спасибо. Нету. Ну, всего тебе хорошего. А? Спасибо. Тебе сколько лет-то, сколько тебе лет? Мне 18. 18. Ты уже почти самостоятельно живешь. Хороший, красивый парень. Ты мне понравился. Да благословит тебя Господь Бог. С Богом. До свидания. Продолжение следует.